Всем привет, с вами Юля и мой факультет рукоделия. И давайте сегодня разберем вот такой вот красивый зигзагообразный узор для вашей копилочки. Таким узором можно связать шапки, кардиганы, свитера, можно полностью вот такими зигзагами сделать все полотно, а можно вписать в какой-либо узор отдельную вот такую зигзагообразную полосу. Раппорт узора 6 петель, значит пряжа у меня Суперлана Миди от фабрики Ализе, спицы номер 4. Все, поехали! Итак, предположим, что мы набрали с вами петли кратно 6 плюс 2 кромочные. Начинаем вязать. Это у нас кромочная петелька, мы ее снимем. Вот эту петельку нам надо поменять местами со следующей петлей. Смотрите, что я делаю. На правую спицу пока переснимаю вот эту петлю, следующую петлю я провязываю лицевой. Вот что у нас получилось. Сейчас нам надо поменять их местами. Левую спицу я завожу в первую петлю, вытаскиваю правую спицу из обоих петелек и подхватываю вторую петлю. Вот видите, я их поменяла местами. Теперь вот эту петельку просто переснимаем на правую спицу. Ее мы не провязываем. Она у нас должна быть вот такая вытянутая. Следующая петля у нас просто лицевая. Эту петлю снова нам надо поменять местами. Точно так же я ее снимаю на правую спицу, следующую петлю провязываю, подхватываю левой спицей первую петлю, вытаскиваю правую петлю из обеих спиц, подхватываю вторую. Вот они у нас поменялись местами, эту петельку просто переснимаем на правую спицу. Дальше мы провязываем 3 петельки лицевых. В этом месте у нас начинается новый раппорт и мы проделываем то же самое. Первую петлю снимаем, вторую петлю провязали, подхватили первую петлю. Ничего страшного, если вот так вот произошло, вот мы ее провязанную на правую спицу вернули и эту петельку мы просто переснимаем на правую спицу. Здесь у нас идет просто лицевая петля, снова мы сняли петельку, следующую провязали, подхватили снятую, тут просто ниточку не тяните пальчиком, придерживайте петельку, подхватили вторую провязанную петлю и пересняли на правую спицу. Все так мы провязываем до конца ряда, довязали до конца ряда, разворачиваем вязание. Следующий ряд, второй и все четные ряды просто провязываем изнаночные петли. Если мы вяжем полотно по кругу, значит четные ряды вы будете провязывать лицевыми петлями. Все, продолжаем вязать до конца ряда. Итак, следующий ряд. Кромочную мы снимаем. Первая петля у нас просто провязывается лицевой, потому что линия с вытянутыми петлями у нас уже ушла влево. Теперь вот эту петлю мы будем перекрещивать со следующей петелькой. Снимаем ее на спицу, следующую петлю провязываем, переснимаем, меняем петельки местами и вытянутую петлю просто надеваем на правую спицу. Здесь лицевая, и снова вот они вытянутые петли, вот она пойдет у нас линия. Снимаем, следующую провязали, эту подхватили, пересняли. Все, дальше идут три петли и снова мы меняем петли местами. Провязываем так до конца ряда, следующий четный ряд вяжем изнаночные и в каждом нечетном ряду мы продолжаем перемещать вот эти вот вытянутые петельки в левую сторону. Итак, провязали 12 рядов, сдвигая вот эти вытянутые петли в левую сторону. Теперь нам нужно сделать поворот. Что мы делаем в этом ряду? Первая у нас кромочная, вяжем до вот этих вытянутых петель, не довязывая одну петлю. Вот эту еще провяжем. Вот смотрите, вот вытянутая петля, перед ней лицевая. Итак, что мы делаем для того, чтобы вытянутые петли у нас начали поворачиваться в правую сторону. Снимаем вот эту лицевую перед вытянутой, снимаем следующую петлю, далее, левой спицей подхватываем первую петлю сзади, вытаскиваем правую спицу и переснимаем на нее вот эту вытянутую петлю. Теперь первую петлю, которая у нас на левой спице оказалась, провязываем лицевой. Все, у нас теперь вот эта вытянутая петля лежит наверху, провязанная петля за ней. Дальше у нас идет лицевая, снова нужно нам вот эти две петельки поменять местами. Снимаем их на правую спицу, обе, сзади левой спицы, вот за заднюю стенку, первую петельку мы подхватили, вытащили правую спицу из петель, подхватили вот эту вот вытянутую петельку и провязали заднюю петельку лицевой. Вот таким образом у нас сейчас линии повернутся в правую сторону. Провязали три лицевых, снова меняем местами вот эти две петли, обе переодели, сзади подхватили первую петлю, вторую пересняли, не провязываем ее, эту провязали лицевой, следующая у нас идет лицевая, эти две петли меняем местами. Так мы вяжем до конца ряда, четные ряды точно также изнаночными и меняем в следующем ряду уже вот эти две петли, таким образом у нас линия пойдет в правую сторону. Ну вот, теперь вы знаете, подхватили петель, чтобы получился узор зигзага. Использовать его можно как для кардиганов, так и для шапок. Полотно будет плотным и, так скажем, утепленным, потому что вот эти вот дорожки, они идут как будто бы вторым слоем и создают своего рода каркас этому полотну. А у меня на сегодня все, с вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Ровных всем петелек, пока-пока!